Друзья, приветствую всех на нашем канале, сегодня у нас в гостях Георгий. Георгий, привет. Всем привет. Георгий, сегодня мы с тобой поговорим про Flutter. Flutter вообще очень интересная технология, которую я пытался щупать немножко на своем канале, пытался разрабатывать приложение под запись. Мы вместе с моими подписчиками пытались писать приложение, такое фитнес-приложение для создания своих собственных комплексов тренировочных. Немножко, правда, не дописали, но сама тема Flutter очень в последнее время интересна. Расскажи, пожалуйста, каково твое мнение по поводу Flutter? Куда движется эта технология и в каком состоянии сейчас мы находимся? Так, ну, я, в принципе, согласен с тобой насчет того, что это действительно интересная технология. Ну, на самом деле, это лучшее из кроссплатформенного, что сейчас есть вообще. То есть вот до этого на передовой был React Native, но Flutter на другом уровне, скажем прямо, ну, по крайней мере, под мобильные платформы, потому что под мобильные платформы на React, в том же самом, там костыльная архитектура, то есть там есть узкое горлышко в плане общения JavaScript с нативной частью. Здесь этого нет, потому что здесь не используются нативные компоненты в принципе. Здесь по аналогии с игровым движком отрисовывается все. Ну, то есть есть канвас такой, на нем отрисовывается все с нуля. Поэтому как бы по производительности все круто. Вот. И, ну, я действительно считаю, что это очень перспективная технология в плане кроссплатформы. Обгонит ли она Native, я считаю, что она не обгонит Native, потому что это немного две разные вещи, в принципе. То есть под разная задача. Вот. И под свою задачу Flutter справляется хорошо. В плане зрелости Flutter уже тоже на достаточно неплохом уровне. То есть уже можно сейчас говорить, что его можно брать и использовать в продакшене как достаточно готовую для этого технологию. Видишь ли ты, может, какие-то новые веяния, какие-то вот, какое-то вот движение, в котором весь Flutter движется? Может быть, ты можешь рассказать какие-нибудь, ну, да, то, что ты видишь, придет в будущем и чего нет сейчас? Так, ну, сказать, что придет в будущее в плане Flutter. Как я вижу, то, в принципе-то, ну, я не сталкивался с какими-то проблемами с того, что чего-то не хватает, да, по Flutter. Потому что комьюнити достаточно активное. Разрабатываются необходимые пакеты. Если чего-то не хватает, быстро все разрабатывается. Поэтому, ну, не вижу проблем каких-то сейчас с ним уже. В плане веяний, ну, то есть чего-то кардинального, какие-то кардинальных изменений тоже здесь вряд ли будет. Потому что сам по себе язык простой, Dart. Архитектура приложений аналогичная другим мобильным платформам. Поэтому вряд ли что-то новое, удивительное произойдет. Ну, вот в любой ненативной разработке всегда существует проблема такого догоняния нативных фич, да, когда выходит какая-то новая версия, например, того же самого Android. Всегда все ненатив платформы, там, среды, они всегда отстают. Им приходится догонять. Как насчет этого во Flutter? Видишь ли ты, что новые фреймворки, новые версии неразрывно, скажем так, следуют с новейшими технологиями в Native, или приходится этого какое-то долгое время ожидать? Так, ну, опять же, тут что могу сказать, что если действительно какие-то платформенные изменения происходят, то, естественно, какое-то время займет, чтобы появились там пакеты для работы с этими новыми платформенными фичами. Если говорить про какие-то там, не знаю, изменения в UI, например, каких-то, ну, в общем-то, там, с UI-китом, например, да, то здесь проблем нет, потому что, как я говорил, здесь отрисовывается все самостоятельно, то есть не используются нативные компоненты. Поэтому, ну, здесь как бы проблем нет. Если действительно какой-то новый функционал выкатывается, то тогда, ну да, придется подождать чуть-чуть. Это естественная ситуация. Ну, давай перейдем к разработке именно приложений, используя Flutter. Когда я вот немножко изучал Flutter, сам Flutter довольно просто войти, он довольно простой для изучения, но когда ты начинаешь писать какое-то более-менее сложное приложение, то становится очевидным, что очень просто наградить сложный код, которым потом сложно будет разбираться, поэтому вопросы именно архитектуры поднимаются очень серьезно. Сегодня ты хочешь нам рассказать именно про правильное построение приложений на Flutter, про правильную архитектуру. Расскажи, пожалуйста, как правильно строить архитектуру для Flutter приложений? Так, ну, по большому счету, первое, что я хотел бы сказать, что нет большой какой-то принципиальной разницы под какую мобильную платформу строить архитектуру. То есть паттерны все максимально похожи. Вот. И сегодня вот я постараюсь это показать и указать, как это можно реализовывать и в других платформах в том числе. Вот. И также, с чего я хотел бы начать, это с того, как вообще архитектура вообще строится в принципе. То есть, что важно держать в голове? Важно держать в голове то, что есть архитектурные слои, которые, ну, в общем-то, абстракции и уже детали, да. То есть, как у нас в объектно-ориентированном программировании часто об этом все говорят. Вот. Поэтому есть, ну, на мобилках можно разделить, в принципе, три основных слоя выделить. Самый нижний – это, ну, инфраструктурный data access layer. То есть, что туда входит? Туда входит работа с, там, базой данных, работа с сетью, работа с какими-то платформенными еще вещами. Вот. То есть, это максимально общие вещи такие. Дальше идут и бизнес-логики. То есть, туда входят уже, ну, поведение, бизнес-правила какие-то. Туда входят уже модели, туда входят репозитории, то есть, ну, своего рода агрегаты такие, то есть, где зашито поведение каких-то сущностей данных. Вот. И уже, соответственно, самый верхний уровень – это presentation layer. То есть, там у нас UI, там у нас, ну, как бы, уже взаимодействие с бизнес-слоем идет. Вот. И, соответственно, вот что еще забыл упомянуть, можно вынести еще application layer, то есть, самый верхний, который, по большому счету, ну, настраивает, в общем-то, остальные вещи уже, ну, presentation какие-то, модули и так далее. Вот. Ну, постараюсь сейчас это более подробно показать. Вот. Значит, сейчас мы находимся в, по большому счету, application layer. То есть, у нас здесь создается приложение, то есть, самый верхний уровень абстракции. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть, ну, стандартная история для Flutter-приложения. Это хомпейдж мы задаем и роуты, да. То есть, у нас здесь во Flutter-приложении роутинг происходит через, ну, в общем-то, через роуты вот таким образом. То есть, мы можем роутиться по имени. Вот. Это сделано для того, чтобы унифицировать с вебом роутинг, чтобы он не сильно отличался. Вот. Дальше. Что у нас здесь происходит? Здесь у нас создается Home Screen. Вот. Это наш presentation layer как раз таки. И используем мы здесь паттерн под названием MVP. Что из себя представляет MVP? У нас есть View, то есть, чисто визуальное отображение экрана. И взаимодействие пользователя с этим экраном. Вот. И презентер. В презентере у нас бизнес-логика. Соответственно, бизнес-логика этого экрана. То есть, здесь у нас, видите, идет взаимодействие уже с более низким уровнем. С репозиторием. Вот. И, соответственно, мы транслируем во View изменения какие-то наших данных. И также, если во View какие-то изменения происходят, то View сообщает нашему презентеру о том, что произошли какие-то, ну, точнее, не изменения, а какие-то события на View. То есть, пользователь как-то провзаимодействовал. Вот. Что здесь важно подчеркнуть? Здесь важно подчеркнуть то, что у нас View, ну, в общем-то, он славится на наш презентер. Вот здесь прямым образом. А презентер, в свою очередь, он взаимодействует с View, но через контракт. Что такое контракт? Это, по большому счету, протокол. То есть, описывающий метод взаимодействия с нашим View. Зачем это нужно делать? Это нужно делать для того, чтобы у нас презентер не зависел от View. То есть, он знает только о интерфейсе. И View мы можем, как бы, ну, во-первых, и реализовать отдельно, если нам это понадобится. Во-вторых, это хорошо для тестирования. То есть, мы можем отдельно протестировать презентер без View. То есть, просто замокать, по большому счету, нашу View. Вот. Вот это одна из хороших практик. И аналогичным образом, спускаясь на слой ниже, вот у нас репозиторий. В репозитории у нас, соответственно, что происходит? Здесь у нас вот подгрузка контактов. То есть, по большому счету, работа уже с инфраструктурным уровнем. То есть, мы работаем, видите, с HTTP-пакетом. Вот. Здесь происходит парсинг и маппинг в модель. Репозиторий хорошо разделять по, соответственно, как-то сказать. Ну, это может быть в рамках одного, ну, одной модели. Может быть в рамках нескольких моделей, которые максимально связаны с собой по, скажем так, контексту. То есть, мы агрегируем эти модели вместе, потому что они, по большому счету, ну, тесно взаимосвязаны друг с другом. Вот. И как мы работаем с этим репозиторием? Мы его точно так же закрываем контрактом для того, чтобы в нашем презентере мы могли его с помощью такого паттерна, как dependency injection, заинжектить. То есть, что это значит? Это значит, что создание этого класса мы выносим на отдельную, ну, на отдельную сущность, передаем. Для того, чтобы мы могли ее переопределить, если нам надо. И она точно так же нам вернула не экземпляр нашего репозитория, а реализацию другую. То есть, мы можем, опять же, ее замокать. И, поскольку у нас презентер знает только про контракт нашего репозитория, точно так же мы жестко не связываем наши уровни, вот. Ну, наши архитектурные слои. Это, ну, принципиальный тоже момент. Не делать связи жесткой между слоями. Вот. Дальше. Что у нас еще здесь есть? Ну, соответственно, модель. Просто моделька данных. Где вот у нас она парсится. Тут, я думаю, можно слишком сильно не пояснять. Ну, и, соответственно, просто вот. Акцепшн. Какой еще момент важный могу сказать насчет нашего презентейшн-лэйера? Не стоит так же наши вот MVP такие модули связывать между собой. То есть, они идут параллельно, по большому счету, да. Ну, у нас ниже идет уровень, там, домейн, там, да, или бизнес, как его называют по-разному. Вот. Потом идет презентейшн. И в презентейшн параллельно идут наши модули, по большому счету. Они не должны друг на друга ссылаться. Для чего это? Опять же, для того, чтобы разделить логику. Для того, чтобы не было жесткой связанности. И это, во-первых, не привело к спагетти-коду, так называемому. Во-вторых, для того, чтобы мы могли при желании переиспользовать эти модули. Точно так же они не связаны друг с другом. Вот. То есть, по большому счету, важно держать в голове, какие моменты. То, что у нас идут архитектурные слои, и слой, который выше, он может ссылаться на нижний слой. Нижний слой ни в коем случае не должен ссылаться на верхний слой. Вот. И при возможности, чтобы сущности, которые в одном слое, на друг друга тоже не ссылались. По крайней мере, на презентейшн уровне. То есть, еще если у нас инфраструктурный уровень, он не инфраструктурный, а бизнес, если друг на друга ссылаются. Ну, репозиторий тоже не стоит, конечно, чтобы ссылались друг на друга. То есть, в идеале, чтобы они друг об друге не знали. Вот. Если нам нужно общение какое-то этих сущностей, нужно вынести отдельную какую-то абстракцию, которая будет за это отвечать. То есть, это можно реализовать через какой-то PupSub паттерн. То есть, там произошло событие, по большому счету, у нас. Мы о нем сообщаем. А другой, какая-то сущность, которая интересует эти изменения, она просто слушает эти события. Вот, в таком ключе. Но это уже более сложная архитектура. Я думаю, это не... Ну, для начала точно не обязательно в этом разбираться. Вот. Ну, то есть, по большому счету, вот, готовый шаблон, по которому можно разрабатывать и держать в голове то, о чем я сказал, у вас получится неплохое приложение. Георгий, большое спасибо тебе за такое короткое, но очень емкое овервью, да, процессы, как разрабатывать правильно приложения. Насколько я вижу те же самые паттерны, те же самые шаблоны, которые используются в обычном, скажем так, приложении, в программировании, да, для разработки, там, серверных приложений, применимы и для флаттера. Да, 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 конечно. Поэтому это... Да, вот эти знания, вот эти знания, они универсальны, которые пригодятся любому программисту в любой разработке. И я думаю, что в Гугле, да, ребята не стали выдумывать чего-то нового, куда принципиально нового, и, понятное дело, используют все те наработки, которые уже были наработаны в течение многих лет. Георгий, если тебе придется вот прямо сейчас, ну, представим себе, да, что ты не знаешь флаттер вообще, тебе придется его изучать заново, как бы ты это делал? Может быть, ты можешь посоветовать какой-нибудь путь, которым ты, уже опытный программист, изучаешь новые технологии, как это сделать наиболее эффективно? Так, ну, тут зависит от того, опять же, если вы не знакомы вообще с программированием, это одна история, если вы немного знакомы, то другая. Я расскажу оба сценария. Если не знакомы с программированием, то нужно начать с базовых, ну, каких-то структур, с базовых, там, ну, в общем-то, разобраться вообще в циклах, там, в типах данных, которые существуют. Вот, в общем, начать с азов, просто взять, например, какой-то небольшой курс или, ну, в идеале курс, да, какой-то взять по языку программирования и разобраться просто в основах. Потом уже, когда разберетесь в основах вообще языка, тогда можно начинать программировать какое-то приложение. и, ну, начинать программировать приложение. Просто, опять же, можно брать какой-то, ну, какие-то уроки, не знаю, там, на Ютубе сейчас куча всего, или, там, Курсера, еще что-нибудь. Просто повторить за человеком, как он делает. Вот, после того, как вы это сделаете, будет проще эти знания уже мигрировать на свой проект. То есть можно тогда взять свой проект и по аналогии с тем, как вы уже делали, просто реализовать его. Вот, если же вы с программированием уже знакомы, то, ну, я всегда делаю так, беру, открываю документацию, разбираюсь с какими-то специфическими вещами. То есть, ну, везде все равно на каждом языке, на каждой платформе есть свои какие-то нюансы. Вот, но, по большому счету, принципы и подходы одни и те же. Поэтому просто посмотреть, как эти подходы реализуются в рамках этой платформы, этого языка, вот, и потом уже просто брать и делать приложение, опять же, писать код. То есть это лучший вариант, просто брать и что-то разрабатывать. То есть хорошо получается, плохо, неважно. Главное – практиковаться. Это принципиальный момент в программировании. То есть в теории ничего не получится научиться. Ну, а вот если возвращаться к самой технологии Flutter, посоветовал ли бы ты сейчас новым программистам, которые входят в нашу профессию, становиться именно специалистами по Flutter? Или, может быть, ты считаешь, что нужно становиться какими-то программистами более широкого профиля, изучать вот Native Development, потом React, Native, Flutter – все вместе? Или уже у нас в наше время оформилась такая прямо специализация Flutter Developer? Ну, на самом деле, Flutter набирает популярность, потому что на нем можно действительно запускать быстро и достаточно качественно. То есть для того, чтобы обкатать какое-то, например, решение, протестировать рынок – это вообще отличная технология. Вот. И, ну, на самом деле, начать именно, чтобы войти в сферу, это порог входа значительно ниже получается, потому что, во-первых, меньше, ну, проще сама технология, то есть меньше каких-то артефактов, как на уровне языка, вот, так и на уровне фреймворка, и меньше требований будет к разработчику, потому что, ну, проекты, как правило, с коротким жизненным циклом будут. То есть для того, чтобы быстро запустить, проверить, что, да, это действительно нужно рынку, и тогда уже либо там переписывать на Native, либо развивать дальше это приложение. Вот. Ну, в общем-то, здесь скорее цена и скорость выступают в первую очередь. Поэтому, как я сказал, будут меньшие требования к разработчику. Что касается разбираться во флаттере или во всем подряд, ну, в любом случае надо начать с чего-то, с какой-то технологии, и в ней разобраться более-менее неплохо. Потом можно уже брать что-то другое и смотреть, как там реализовано. Частый вопрос, который мне задают просто, стоит ли сначала изучить Native Development, да, там тоже Android, досконально разобраться, а потом уже заходить во флаттере? Или можно начинать со флаттера напрямую? Ну, на самом деле, я считаю, что можно начинать со флаттера напрямую. То есть, да, будет меньше понимания каких-то, ну, именно платформенных, платформенные специфики, там каких-то, ну, знания будут более поверхностные, но вы быстрее начнете, во-первых, работать, а это самое главное, просто начать быстрее работать, и вы быстрее начнете развиваться. Дальше просто уже зависит от человека. Если у вас есть желание погрузиться более глубоко, то вы в любом случае погрузитесь более глубоко. Если желания нет, то как бы можно и остаться на том уровне, ну, программируют на флаттере, несложное приложение, тоже неплохо. Ну, и, Георгий, последний вопрос, который я хотел бы тебе задать, это именно по той роли, которую ты сейчас выполняешь в своей команде. Ты архитектор программного обеспечения. Расскажи, пожалуйста, архитектор программного обеспечения. Это, по сути, тоже самый сеньор-девелопер, который просто, ну, скажем так, в своем развитии дошел до какого-то уже высокого уровня технического понимания. Либо это человек, который обладает какими-то особыми качествами для того, чтобы эффективно выполнять эту роль. Ну, на самом деле, ну, естественно, можно выйти в архитектора из сеньора-зработчика. Вот, но также я знаю людей, которые не были даже программистами и стали архитектором. То есть это мы из системных аналитиков, например, вышли. То есть специфика этой работы в том, что ты знаешь скорее не вглубь, а вширь. То есть у тебя более широкий технологический кругозор. Ты понимаешь именно на хорошем уровне глубоко паттерны основные. То есть, ну, например, Мартина Фаулера можете посчитать, там, как бы книга, и этого будет достаточно для того, чтобы разобраться. Вот. И потом, вот как я говорил, просто понимать, как реализуются вот эти паттерны, эти подходы в платформах, на которых вы дизайните. Вот. И что еще важно? Важно понимать бизнес, для которого разрабатываете систему, и уметь из требований, ну, из требований перейти к, выделить уже основные какие-то сущности архитектурные. То есть такая работа по большому счету. Да, Георгий, большое спасибо тебе сегодня за твое время. Было очень интересно посмотреть на структуру, хорошо организованную структуру флаттер-приложения. Благодарю тебя за твой рассказ. И, конечно же, желаю тебе развития в той области, в которой ты работаешь. Большое спасибо. Пока-пока. Спасибо. Пока.